Хотел бы, прежде всего, поблагодарить организаторов, и в том числе участников, и жюри, за возможность участвовать в таком мероприятии, потому что для меня лично это очень большое удовольствие. И в частности, сама задача очень интересная, и то, как мы обсудили с Виктором Алексеевичем, это выдало интересные факторы. Давай пойдем на первый слайд. Соответственно, суть задачи, как мы ее увидели, что большая часть аукционов, она проходит неудачно, это порядка 70%, и, соответственно, у этого могут быть какие-то причины. Это неправильный выбор модели, то есть продажи или аренда, это неправильный выбор цены или неправильно донесенной информации. Соответственно, мы как-то с этими тремя задачами работали. С нашей точки зрения, идеальное решение должно отвечать на эти вопросы, соответственно, оно должно обоснованно как-то определять оптимальные параметры аукциона, плюс оно должно содержать информацию о том, вернее, какое-то предложение по тому, как довести информацию до потенциальных покупателей, и плюс еще дополнительно хотелось бы в этом идеальном решении и видеть методологическое какое-то объяснение того, что, возможно, есть, скажем так, методы оценки, которые приводят к тому, что, условно говоря, помещение нельзя выставить на аукцион ниже определенной цены, а на самом деле оно так не выглядит. И я бы хотел просто рассказать историю, потому что у нас команда аналитиков, мы не делаем контент, мы анализируем. Поэтому было интересно посмотреть на эту задачу, она была довольно сложная, потому что данные очень разреженные. Данные на портале InvestMoscow содержат, ну, там, например, если говорить о лифтах или защите помещения, то есть охранниках, там практически отсутствуют данные. Заполнять их с помощью машинного обучения нельзя, потому что 80% зачастую отсутствуют. Мы попытались определить, есть ли, может быть, какие-то предикторы, которые позволяют сразу понять, что аукцион не выйдет. Вот, например, здесь был пример первоначального анализа, что, например, если считать число кафе в радиусе одного километра от точки, то там было заметно, что, ну, происходит какой-нибудь переход. Это я сейчас говорю про, как бы, часть exploratory data analysis. И можно, пожалуйста, следующий слайд? Вот, соответственно, сейчас я расскажу про наши решения. Оно достаточно простое. Сделали двухстраничное приложение на Shineware, предназначенное для, соответственно, сотрудников, которое позволяет быстро как-то с помощью максимально простой модели оценить, что делать с объектом, и также в бетч, как бы, загрузить множество объектов в Excel, чтобы, ну, минимум ручной работы, и для них определить параметры. Использовали R и модели Random Forest, идеологическая регрессия, Random Forest через RangerPack пакет. И мы добавили очень много, как бы, предикторов. В плане, что, скажем так, у нас была победа в Катоне по определенной катастрофой стоимости, и вывод из этого был такой, что очень полезны пространственные переменные. Мы распарсили ЦИА и добавили среднюю цену по аренде и по продаже. Мы распарсили, соответственно, дубликистки, добавили средний чек по кафе и количеству кафе, и также вытащили поинтсов, которые есть такие, как рестораны, аптеки, больницы, станции метро и установки общественного транспорта из Яндекса. И имели интерфейс, ничего не взяли из DataMost.ru, кроме того, что связано с InvestMoscu. InvestMoscu, естественно, тоже распарсили. Дальше можем, пожалуйста. Да, кроме того, мы еще предложили сделать, я сейчас расскажу про решение, когда будет продукт, мы предложили сделать вот такие стикеры, которые будут наклеиваться на, соответственно, здание, и на них будет содержаться две группы информации. Группа информации для инвестора и для потенциального, скажем так, потребителя этого помещения. То есть люди проходят мимо этого помещения, мы тоже вначале думали сделать чат-бот, на самом деле, но подумали, что, возможно, потенциальные арендаторы, они не очень пользуются чат-ботами, и решили, что нужно просто, поскольку около 80% людей пользуются в первую очередь живым осмотром для того, чтобы получить помещение, мы решили на него наклеить вот такой вот стикер с QR-кодом, по которому потенциальный арендатор может узнать информацию о помещении, и, соответственно, здесь есть рекомендации, а потенциальный пользователь может проголосовать за то, что он хотел бы здесь видеть. Соответственно, решается задача с двух сторон, потому что есть и голосование от пользователей, и есть информация для арендаторов. Можно тоже, пожалуйста, дальше. Вот, соответственно, мы попробовали максимально грубо, ну, то есть, по доступным данным, рассчитать какой-то эффект финансовый от интеграции. Получилось, что, да, действительно, можно было сэкономить порядка 27 миллиардов рублей, а не сэкономить, а заработать. Мы для этого использовали просто информацию о предыдущих аукционах, посмотрели, что будет, если их все же реализовать с какой-то точностью. Вот, и эффекты до городской среды очевидны, я, естественно, скаяться не буду, чуть дальше про решение поговорю. Вот, ну, взаимодействие с ДГИ здесь понятно как, то есть, необходимо просто дорабатывать модель, потому что задача реально очень сложная, я надеюсь, я успею об этом еще сказать. И просто нужно больше данных, нужно просто работать какое-то время и, соответственно, наполнять их, чтобы модель работала точнее. Можно, пожалуйста, дальше? Ну, и развитие продукта, это я, в принципе, об этом сейчас сказал. Я сейчас на словах немного расскажу. Например, у первой команды была такая вещь, что там было предсказание цены по, соответственно, включая в себя предыдущую цену. Но мы попробовали некий бейзлайн, то есть, классовую вещь построить, когда мы практически никаких, никакие перемены не включали в модель, а только первоначальную цену. И даже базовая, как бы, регрессия, самая обычная, она дает 90%, примерно 97% тоже R2. То есть, на самом деле, здесь, на наш взгляд, не нужен этот депуст, потому что вы уже на обычной модели, реально там получается R2 за счет просто того, что, ну, как бы, цена, начальница, конечно, очень скривированная переменная, у вас получается R2 порядка 97%. То есть, это не очень полезно. И, на самом деле, мы что сделали? Мы сделали логистическую регрессию, как основу модели, которая предсказывает, получится ли аукцион. И дальше, и сейчас здесь будет интересный момент. Центрологистическая регрессия, во-первых, у нас порядок угадывания порядка 75%, или 77%. Мы этим очень недовольны, это мало. Но это можно улучшать. Реально данных мало, если будет больше, это, я думаю, будет порядка 85%. Это educated case, конечно. В чем интерес этой логистической регрессии? Там интересный вывод из нее о том, что она реально консистентна, в плане того, что она включает в себя тоже параметры типа цены и модели продажи, да, ну, то есть, например, аренда и продажа. А дальше мы просто на сетке этих параметров рассчитываем результат регрессии, получится или нет. И из этого мы получаем уже рекомендуемую цену продажи и цену аренды. Ну, а дальше все, в принципе, понятно. То есть, когда у нас есть рекомендуемая цена продажи и аренды, ну, как-то максимальная, можно так сказать, или рекомендуемая, то мы, соответственно, берем и исходя из окупаемости, например, в 10 лет, ну, то есть, стандартные, как мне говорили, друзья из недвижимости, сравниваем просто и говорим. Если окупается, аренда меньше, чем за 10 лет, арендуем. Если больше, продаем. При этом важно отметить, что в реальных данных, как мы посмотрели, окупаемость составляет немного другую сумму, извиняюсь, время. И это порядка 3-4 лет для Москвы. Ну, вот такие вот выводы мы сделали из данных. Они немного не совпадают с данными людей, которыми играли из недвижимости, но тем не менее. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Да, наша команда, мы все аналитики, я вообще из финансов, соответственно, и также еще вот есть два органиста. Можно, пожалуйста, дальше. Выглядит все примерно так. Вот вы вводите там адрес, выводится рекомендация, ну, то есть, рекомендуемая цена аренды и рекомендация. Сейчас она вернется. И потом можно будет перелисоваться на предстатече. Выводится рекомендация. И, кроме того, здесь ниже, о чем я поговорю, рекомендуемый тип использования. Ну, и, соответственно, это вот, когда бенч-загрузка, множество объектов. Они выводятся на карте, для них показывается рекомендуемый тип. Можно все считать, пожалуйста? Относительно определения типа. Для этого мы взяли дубльбис. Взяли только кафе, рестораны и все прочие объекты питания, и на них определили, исходя из двух критерий. Первый — это средний чек. Второй — это количество объектов в окрестности. Из этого мы определили просто, ну, топовый, соответственно, тип использования для помещения. Как мы предлагаем делать? Мы предлагаем, поскольку сейчас появились данные ОФД, запросить эти данные у налоговой, либо же купить их. Например, они, насколько нам известно, как раз-таки куплены хабитатумом. И, соответственно, с этими данными можно уже добавить по всем типам. То есть, у нас здесь есть реализованный интерфейс, но как бы вы туда просто добавляете все остальные типы и просто приписываете табличку. И он будет работать уже. У нас просто нет этих данных, но он все уже работает. Соответственно, вы будете из этого получать данные о том, по среднему чеку, например, какое тип помещения выведены. Соответственно, дальше прибавить автоматическую печать вот таких стикеров для каждого объекта — это буквально, ну, условно говоря, минутное дело. После этого можно их сразу печатать, определять там, где это актуально, и сделать такую систему. Можно, пожалуйста, еще дальше? Да, ну вот, это, в принципе, все. И последний момент, который бы хотел еще добавить, наверное, это то, что насчет ограничений но мы их конкретно сейчас не реализовывали. Мы попробовали составить дата фрейм, ну, то есть набор данных с такими ограничениями. И как это будет работать, на самом деле, это не будет никакое дерево. Это просто есть рекомендация о модели, и дальше на нее уже ограничения накладываются. То есть если модель говорит о ренде, а мы понимаем, что аренда невозможна, ну что ж, значит невозможно, смотрим на продажу. Вот, все, спасибо. Первый вопрос. Вы сказали, что используются предикторы, правильно? Предикторы, допустим, для того, чтобы на аренду идет продажа, правильно? И вы сказали, что если в поле 10 лет аренда, так сказать, ждет у нас на продажу, да? Да. Если окупается, если меньше 10 лет, то арендуем объект, на аренду стоим, правильно? Ну да, но хотелось бы отметить, что в реальной жизни все будет чуть сложнее, потому что у объекта уже будет оценка, да? И дальше добавится критерий того, если, например, рекомендуемая цена продажи ниже, чем цена оценки, то, ну, не получится. А какие еще критерии используют для того, чтобы мы опривали аренду и продажу? Мы добавляли туда характеристики помещения, которые, ну, соответственно, возможно, измельцов в Москву, которые не пустые и бессмысленные. И кроме того, как я сказал, мы добавили параметры по Points of Interest из Яндекса всевозможным. И с САН, да, хотелось бы еще отметить, что я говорил про идеальное решение. Конечно, здесь нужно было фетчер импорт, то есть важность признаков засчитать, и потом составить более простую модель только на самых важных признаках. Ну, у нас за ограничение времени мы это не делали, но, да. Соответственно, критерии примерно такие. То есть про Points of Interest и про ЦИАН все примерно одинаково. Берем по крестности либо какой-то среднечисловой показатель, как у ЦИАНа, например, цена, либо, соответственно, да. Еще последний момент, очень кратко добавлю, на счет этого вопроса, что из ЦИАНа просто не получится, к сожалению, вытащить характеристики, аналогичные у меня с Москву, поэтому просто ЦИАН получится использовать только как фактор. То есть вот некий прокси, там, какие-то цены в ответственности. А вот вы на ЦИАН завязываетесь, а если ЦИАН упадет, идут его, допустим, в сотни? То есть не такой степени ресурс? Да, еще, кстати, на счет ЦИАНа, просто хотел отметить, что мы с ним не просто работали, а дисконтировали цены по индексу цен недвижимости Москвы, к дате аукциона, чтобы все было точнее, да. Ну, а во-вторых, если ЦИАН пропадет, то есть несколько еще источников, в частности, это, как тоже, смотрите, я быстро скажу, ЦИАН, это не какой-то magic bullet, это просто, это не решение, это просто прокси. Соответственно, в качестве такого же прокси подойдут данные из яндекс недвижимости, которые только что открыты были, например, или даже данные, соответственно, с того же неоткоску, если они будут более полны. Кроме того, хотелось бы дополнить то, что я здесь не сказал, не успел, но очень хотелось бы точнее наблюдать, что происходит с помещениями после того, как они сдаются, военную или продаются. То есть сейчас таких данных нет нормально. Если их наблюдать, то они в качестве, ну, инкута в модель дадут очень ценную информацию наверняка очень сильно улучшат ее качество. То есть наблюдать успешность бизнеса? Не то, что даже успешность, это я даже считаю слишком дорого и сложно. Хотя просто тип бизнеса и, возможно, время его существования. Опять же, да, вот многие команды учитывали время существования, как-то прогнозировали, мы за это не брались даже, потому что на этих данных это сделать нельзя. Ну, то есть те, которые есть. Скажите еще вопрос. А вы сказали, что данных мало, а какой объем данных использовался? Мы использовали, естественно, набор данных, который нам предоставлялся порядка 8 тысяч аукционов, и учились на нем, ну, я считаю, корректно. То есть в плане модели фитили, разделяя корректно на валидационную выборку и, соответственно, тренирующуюся использовали кейфолт валидейшн, то есть типовую валидацию, ну, на пяти, видите. И мы пробовали несколько раз делать с различными случайными параметрами, чтобы смотреть, у нас, ну, как бы, насколько варьируется вообще объясняющая сила модели. Но оказалось, она достаточно константная, ну, в плане этого не очень отличается. Не очень отличается между тренировочной выборкой и валидационной. Из этого мы сделали вывод, что все в порядке. И у вас получается по 70%, правильно? 75%, но это, я как скажу сразу, не очень хорошо, потому что классы не очень сбалансированы, в плане, имею в виду, неодинаковое количество успешных аукционов и неуспешных. Мы делали даунсамплинг, чтобы их немного, ну, приравнять. Ну, скажем так, это немного улучшало модель, но пока еще здесь есть над чем работать. А 8000 объем выборов взяли с Инвест Москва, правильно? Ну, по сути, нам ее давали организаторы, но да, это тот же самый Инвест Москва. Важно отметить, что здесь один объект может повторяться несколько раз. Мы на основании этого, собственно, делали, ну, некоторую аналитическую историю на тему того, а сколько, собственно, Москва теряет на таком объекте, который много раз повторяется. А вот по стартейсу подскажите, вот там карта такая темная, зачем вот такая темная? Зачем? А, здесь просто дизайн презентации был темный, и в последний момент я решил, что, наверное, надо же в дизайн презентации это все вместить. И решили карту тоже темно развивать. А на самом деле, да, это одна строка, конечно, она изначально была выше. А что в качестве карты используется? Какую? В качестве карты используем стандартную лифт-библиотеку, и здесь, по-моему, ну, в инстриетме, понятно, а карта карты, то есть... Яндекс. Стайло от карты.дб происходит. Но это на самом деле не важно, то есть там эта армия строкой меняется. Нам просто хотелось, чтобы было видно на карте, ну, скажем, что эти объекты, они такие оранжевые, красные. Ну, вот. А так, одна строка. А можете еще показать экранчик, где там вот справа рекомендуемая ставка? Да. Если вы рекомендуете ставку, аренду, да? И рекомендуете целым там продажей, правильно? Ну, да. То есть модель как бы выдает две рекомендации, и дальше мы смотрим по этим рекомендациям, что выгоднее для города. Сейчас эти данные берете там с Циана, да? Какие? Нет, нет, сейчас я объясню. Средняя цена Сиана, это как бы... Наша модель, она сама по себе не отвечает на вопрос, вы не можете сразу это выставить на торги. Это нужно для человека, который выставляет. Соответственно, у него есть в качестве информации средняя цена метра по Циану, у него есть в качестве информации, насколько успешно здесь были раньше торги. И кроме того, модель уже выдает. Она может и без Циана работать, и на самом деле в базовом варианте она без Циана тоже нормально работает. Просто Циана дает значение улучшения. Вот, соответственно, она выдает два прогноза, если уже, ну, так сказать, что идет. По-хорошему здесь нужно еще добавить результат оценки, ну, просто мы не добавляли, потому что мы решили, ну, вкуда же новые объекты, поэтому пока что не будем. Там написано продажа, допустим, средняя цена Циан 10 500, а рекомендуемая ставка 92 000, так сильно разглядывается, чем 10 000. А это конкретно такой объект, просто был у него не удался аукцион, я его вот решу в качестве примера взять. То есть по факту там за 10 500, а даже в 9 раз выше ставка? Нет, на самом деле это просто, на самом деле это просто особенность конкретно этого объекта, и очень просто объясняется, там, если смотреть на точку, где это расположено, там вокруг на Циане достаточно смешные объекты, а этот объект, это, по-моему, какой-то то ли склад большой, то ли что-то подобное, то ли наоборот маленькое помещение. И он именно, ну, он отличается по характеристикам от Циана. Да, кстати, я еще быстро скажу, насчет Циана, что в среднем вообще недвижимость Москвы стоит в 3 раза дешевле, чем Циан по обрезности. То есть на самом деле, вот если просто сейчас взять Мирма, считать, то будет в 3 раза дешевле, в 3 раза дешевле. А вот средняя... Средняя цена Циана 10500, рекомендуемо отнесу 2000. Это... Потому что это как бы... Это сильно разнится. Да, это разнится, но это потому, что этот объект, он расположен в такой точке, где Циана на самом деле достаточно мало, и выборка может быть не очень презентативной. То есть мы на самом деле взяли, например, в качестве Циана 500 метров, да, мы на самом деле смотрели на центр Мирма, а здесь просто объект был, это объект, он берется просто как первый неудавшийся аукцион из всего набора данных. Поэтому в центре Москвы там соответственно более все будет хорошо. Ну, это просто где-то очень-очень далеко от Одинцова, то есть там даже можно сказать, мало что происходит. Это не Москва. Хорошо. У меня все? Это новая Москва. Это не новая Москва.